Хочу покрасить свои ногти. Ногти покрашу вот таким вот цветом, фиолетовым, темно-фиолетовым. И покрою вот таким вот блеском. Вот этими двумя лаками я покрашу. Также этими лаками я покрасила, на ногах сделала педикюр, но я не буду его показывать, мне неудобно. А может быть потом. Начну с ногтей на руках. У нас очень хороший, прекрасный вечер. Время как раз для раскраса ногтей. Макияжем я на ночь не буду заниматься, так как я никуда не собираюсь. Но покрашу ногти. Ногти покрашу очень интересной цветовой гаммой с блесками. Вытру ногти от жирности, обязательно. Все, от жирности вытерла. Ногти у меня в хорошем состоянии, подпиливать не надо. Может только вот тут чуть-чуть подкорректировать от прошлого лака. Смотрю, не очень хорошо вытерлось. Прошлого лака с прошлого покраса оставаться не должно. Надо вытирать хорошо лак для ногтей. Этого не должно быть. Так, все. Приступим к раскрасу. У меня ногти сами по себе очень красивые и идеальные. Мне не надо вот это здесь пилить, там стричь. У меня нормальные ногти, поэтому я их сразу крашу. Крашу вот таким цветом. Этот лак требует двойного покрытия. Многие ставят вот так и красят. Я как удобно мне. Вообще, конечно, лучше поставить палец и так покрасить. Да, самое лучшее милое дело... Ой, у меня тут растеклось, но ничего страшного. Самое лучшее милое дело это поставить руку и красить аккуратно. Положить руку. Продолжение следует... Вот то, что сейчас здесь произошло, мне не нравится. Поэтому я возьму быстренько, повытираю, потому что оно же подсохнет. Потом будет еще размажется, еще некрасиво. Пока не подсохло, я что могу вытереть, вытеру. Все вытерло. Этот лак, вот этот лак, надо наносить по два раза обязательно, потому что с одного раза некрасиво не получается. Вот такой лак для ногтей требует двойного прокрытия обязательно. И плюс ко всему он требует еще закрепитель. Ну и закрепитель я здесь буду использовать вот такой вот блеск. Это будет являться закрепителем. Да, я вижу, что этот лак для ногтей надо покрывать два раза. Вот это некрасиво. Похоже, вот если один слой похож на пасту для ручки. Вот на ручку, которой пишем, синего цвета. Вот это вот ручка красная, но паста синяя. Вот похоже на пасту. Если один слой такого лака, один слой, то похож на пасту. Как будто ногти покрасила пастой из ручки. То есть ужасно. Ну у меня сколько прошло. Минута прошла. Можно потихонечку, пусть еще немножечко время пройдет, хотя бы пару секунд. Да, затянется. И я обязательно наложу второй слой. А пока что я... Нет, не буду я убирать лишнее. Боюсь размазать. И так лак никакой. Так, поехали дальше. Красим. Вторым слоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я корректировать буду, когда подсохнет. Потому что если я сейчас буду корректировать, убирать лишнее, что вышло за пределы ногтей, за пластинку ногтей, я размажу и будет некрасиво. Поэтому я это все буду потом делать. Вот я накладываю второй слой лака, вот этого, и видно, что появляется лак. Совсем другой разговор. Вот лак один слой с этой стороны, вот лак второй слой. Вот бутылочка от лака. Крашу вторую руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не буду корректировать, пускай подсохнет. Вообще, когда красишь ногти, надо смотреть, где корректировать, где лучше сразу, где потом. Вот я вижу, что сейчас я не буду, потому что я размажу. Сделаю еще хуже. Ну вот, совсем другой разговор. Правда, надо покорректировать. Так, 43. Сейчас я оставлю на 2 минуты, чтобы оно все затянулось, и покрою вот этим блеском. После чего, когда у меня все хорошо высохнет, я уберу вот так вокруг вот эти излишки, потому что это некрасиво, страшно. Вот, что делать? Размазывалось, но ничего бывает. Вот этот лак надо покрывать 2 раза. Обязательно. Третий раз будет жирно. А вот 2 раза как раз нормально. Мне надо, чтобы оно затянулось. Показывай. Только 2 раза. Излишки можно аккуратно потом убрать. С любого лака. Все. Покрываю, но нет, еще подожду, пускай подсохнет. Попробую вытереть, хотя нет, боюсь. Очень боюсь вытирать излишки сейчас, потому что я сейчас покажу. Если я вот здесь сейчас задену, у меня будет вот такой иероглиф на ногтях. То есть я этого не хочу. Я хочу, чтобы у меня был сплошной нормальный цвет. Поэтому вот это то, что вышло, вот смотрю на этом ногте, вышло чуть-чуть, на этом и здесь в некоторых местах. Что вышло, я потом попозже уберу. Аккуратно. Да, с вот этими моими палочками и вот этим вот лакоочистителем для ногтей. А пока подожду, чтобы хорошо затянулось. Надо хотя бы, чтобы здесь слой сейчас жирный на ногтях. Это второй слой. Третий не надо, будет очень жирно. Вот этот двойной слой должен подсохнуть хотя бы в течение минуты 2-2,5, чтобы накладывать вот этот блеск. Если я покрашу один слой такого лака, потом второй слой такого подлака и сразу не дам засохнуть и сразу, не подождав, нанесу блеск, у меня получится размазано. И мало того, что оно у меня так вышло за пределы, надо вытирать, еще надо вот это будет вытирать. Оно все смешается. Это будет ужасно. Поэтому обязательно, когда нанесла первый-второй слой вот такого лака, бывают такие лаки, которые требуют два слоя. Вот, например, такой. Подождать минуту 2-2,5, можно и 3 обязательно. И только после этого наносить сушку-закрепитель, который тебе будет держать долго лак, или же блеск для красоты. Я жду 2 минуты. Я так сразу не наложу, потому что я понимаю, что у меня размажется, и я просто зря красила ногти. Ну, наверное, уже можно. Приступим. Так, здесь тоже положу аккуратно на стол руку. Вот, чего я хотела добиться. Вот такого блеска, вот такой красоты. Если просто черный, некрасиво, а с блеском красивее. И, кстати, вот уже через 2 минуты лак затянулся, можно налаживать блеск сверху вот этого жирного слоя. А потом придется еще минут 5, наверное, мне ждать, чтобы блеск высох, и только тогда брать палочку и убирать излишки по краям, чтобы сохранить нормальный цвет. Ну, это я уже вместе с вами ждать не буду, это я уже сделаю сама попозже. Я просто покажу, чего я хотела добиться в раскрасе своих ногтей и заодно показать. Чем может я сушку-закрепитель ставить не буду. Объясняю почему. Потому что сам по себе вот этот лак с блеском имеет закрепляющий эффект. Вот если вот этот блеск, любой блеск для ногтей наносить сверху лака для ногтей вот такого, оно очень долго держит на ногтях, оно хорошо закрепляет. И оно не стирается от того, что ты ударила ногти нечаянно об стенку или вот так вот сделала. В общем, я хотела вот этого вот добиться. Вот такого я хотела добиться и я добилась. В общем, подсыхать оно у меня будет еще минут 5 долго, поэтому я отключаюсь. Я просто хотела показать, чего я хотела добиться, того я и добилась. Вот этими двумя лаками. Доброго цвета. Я хочу показать, Продолжение следует...